всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня у меня будет видео о пустых баночках у меня накопилось уже тут много немало но в общем хочу все это дело выбросить и рассказать о продуктах которые я использовала вам но для начала я бы хотела не за сделать наверное такую рубрику на своем канале это отвечать на ваши вопросы если они у вас есть то обязательно оставляйте их внизу в комментариях и в одном из следующих видео я обязательно поотвечаю то есть посвящу видео ответом на ваши вопросы я такую рубрику скажем так иногда устраиваю иногда редко очень устраиваю в инстаграме вообще инстаграме я бываю редко но не за все время планирую вести нормальный инстаграм что-то интересно там тоже показывать и рассказывать но пока вот не получается у меня в общем если у вас есть вопросы обязательно оставляйте в комментариях и я в следующем видео по отвечаю на них с огромнейшим удовольствием вопросы могут быть любые и связаны с похудением и нет и со мной и с моей семьей в общем какие хотите ну и давайте начнем уже приступим уже к пустым баночкам ну давайте я наверное начну со средств для тела которые у меня закончились хочу показать вот этот вот гель для душа но у меня много их заканчивается я просто показываю то что мне больше всего понравилось и чаще всего гели для души я приобретаю именно в ленте то есть там какие-то бывают акции скидки на разные гели для души я приобретаю вот этот мне очень понравился ароматом ну по сути своей обычный гель для душа хорошо пенится не сушит кожу мне нравится но очень такой приятный нежный сладковатый цветочный аромат если увидите обязательно попробуйте и стоит кстати недорого что не может не радовать следующее что у меня закончилось это вот такая такое масло да это вообще баттер для тела на основе кокоса гели алоэ натуральных растительных экстрактов это от марки миксит я ним уже рассказывала он слегка отдает миндалем даже может быть каким-то какой-то выпечкой слегка отдает но он такой не прямо вал то есть обычный не за слегка увлажняет кожу неплохо наносится не смывается с утра пленкой ему неплохой но не прям так вот что прям надо бежать и приобретать я не буду больше покупать честно вообще в миксит как-то особо не хочу заходить хотя мне одна девушка рекомендовала там какую-то сухую маску но может быть если я буду в миге то зайду и приобрету ту масочку которым не рекомендовали хочу попробовать но данное средство ну так а также за как для тела у меня закончилась а вот такой я его даже разрезала вот такой крем от натура камчатка ну то есть от натуры сибирика это омолаживающий крем для тела амурский бриллиант сияние молодости тонус кожи на основе черной икры и ламинарии вот он мне понравился я не могу сказать что он как-то подтягивает кожу омолаживает ее я не знаю придает ей какой-то тонус или что-то в этом духе но он очень классно увлажняет питает кожу имеет такой аромат по мне так чем-то напоминает корицу ну может быть здесь есть корица но мне он очень понравился я бы приобретала в магазине лента и увижу еще раз куплю потому что классный очень хорошо он хорошо впитывается дает такое небольшое сияние кожи но мне кажется за счет того что он достаточно жирноватый но в общем мне очень сильно понравился я его повторю следующее средство у меня закончились для волос во первых вот такой бальзам который до конца не закончился но я его уже выбрасываю просто не могу больше пользоваться я приобретала его в магазине подружка у меня было шампунь бальзам и маска у данной марки это какой-то вольт аич профессионал то есть это у нас производство китай и просто ужасные средства если маска еще куда не шло и бью использовала в принципе ну такая неплохая шампунь вызывал зуд в особенностью моя мама и вообще был просто ужасный я его в шампуне вот этой марки этой линейки использовала для мытья полов и вот остался бальзам я его использовала после каких-то масочек но даже после масок то есть вот я не видела от него вообще никакого эффекта слегка сглаживает волосы чуть-чуть убирает пушистость волос и на этом все то есть если волосы сухие он не увлажнит их никаким образом вообще ужасный продукт и не куплю больше и вам не советую также у меня закончилась вот такая маска от флора сибирика это маска для волос гладкие и пушистые маска для волос неплохая она неплохо увлажняет волосы она делает их более послушными но не делает их гладкими то есть пушистость волос она не убирает но при этом придает такой блеск и они ну как-то более или менее послушный то есть маска неплохая но вот так наверное на 3 с плюсом я бы сказала потому что гладкими она их не делает это точно также для волос у меня закончилась вот такая маска это маску я приобретала я не буду коверкать название вот так она называется ей приобретала тоже в ленте там была новинка в общем целая там серия куча средств вот от этой марки различных линеек я спрашивала девочек своих подписчиц в инстаграме кто-нибудь пробовал или нет и многие мне написали о том что кому-то нравится эта марка кто-то написал что через какое-то время волосы как будто бы к ней привыкли и стали не очень такими не очень здоровскими как поначалу когда начали использовать эти продукты этой марки я могу сказать что вот эта маска она это у меня восстанавливающая маска для волос биотином восстанавливает два года повреждения за три минуты здесь огромное количество силиконов потому что даже когда вот вы ее смываете волосы такие на ощупь как бы как скользкие такие эффект неплохой то есть они становятся они пушистыми послушными хорошо там укладываются как-то хорошо общие себя ведут но я не люблю подобные средства просто потому что я люблю если уж я использую маску так я хочу чтобы она как-то питала увлажняла восстанавливала волосы хотя бы немного они давала мне видимый эффект потому что эта маска дает видимый эффект смойте и волосы снова становятся такими как они были более того на следующий день допустим сегодня я сделала эту маску и на следующий день к вечеру волосы становятся снова такими сухими безжизненными пушистыми то есть она дает вот какой-то кратковременный эффект и этим мне не понравилась эта маска но для видимого эффекта может быть для какой-то укладки специальный можно до использовать эту марку эти средства но опять же много силиконов по мне так хотя я ничего не имею против силиконов и вообще я такой человек кто к составам не сильно придирается для меня важно работает средство или не работает также показать у меня закончилось вот такое средство это я покупала в чехии когда я ездила это марка botanicus в общем это такой восстанавливающий терапевтический бальзам даже можно так сказать я его использовала на руки и на ноги имеет такой лекарственный аромат найти какой-то не знаю как сироп от кашля какой-то да такой то есть травы травы и кстати очень неплохо увлажняют сухие пяточки и сухие руки и сухую кутикулу то есть я его даже наносила не каждый день потому что он достаточно такой жирный принципе мне понравилось но чтобы ради него делать какой-то заказ вообще в принципе чешской косметики я как-то но нет так дальше у меня закончилась вот такая маска от марки миксит и я уже делала обзор на эту марку она мне не понравилась она слегка увлажняет совсем совсем слегка и ни в коем случае нельзя чтобы она высохла на вашей коже потому что если она высохнет если вы с ней долго походите то ваша кожа будет еще более сухая чем было смываешь маску эту увлажняющую до маску или маску с коллагеном и как будто бы вы не делали никакую маску то есть что она была на лице что не было мне не понравилось и я не буду повторять а также у меня закончились вот такие жидкие патчи для области вокруг глаз тоже о них рассказывала если они высохнут они именно высыхают они впитываются в коже то кожа ваша будет стянутая и будет еще более сухая чем было то есть принципе то же самое как и предыдущая маска наносила я огромнейшим толстым слоем добила никакого эффекта вообще не увидела от нее и больше приобретать не буду также для лица у меня закончился крем от марки лимонии это волшебный просто крем я так насколько помню это линейка которая идет с с каким-то ядом вроде бы ядом кого-то там вот он мне полностью закончился аромат у него он такой просто какой-то ненавязчивый легкий косметический он плотно этот крем то есть он не жирный а именно плотный и я бы не советовала его девушкам с комбинированной или жирной кожей я думаю что для вас он будет слишком девушкам для с нормальной кожи и сухой да если вам единственное что он оставляет такой блеск на коже и его можно использовать на ночь в основном я его так и использовала и с утра кожа просто потрясающая она напитанная увлажненная нет никаких шелушений у меня никакой стянутости ничего такого нет и более того я когда с утра умываюсь после этого крема нету знаете такой пленки вот которая ощущается что как будто бы ничего не впиталось нет он впитывается но при этом доставляет блеск на лице я повторю сто процентов его вот буду в ревгоше обязательно его в себе приобрету потому что мне очень сильно нравится в особенности я люблю его использовать после каких-то пилингов или такого жесткого очищения кожи он как раз вот как-то восстанавливает напитывает и увлажняет кожу классные я его рекомендую но жирный сто процентов нет скомбинированные не знаю нужно пробовать но при этом он кстати не забивает поры ничего такого не делает я покупала его в ревгоше и он там один вот в такой именно баночки сейчас у меня еще остался крем для области вокруг глаз от из-за этой же линейки от этой же марки и мне тоже он очень сильно нравится я прям рекомендую далее тут у меня вот такая масочка я не помню где ежу приобретал а я приобретала ее в магазине лента нас корейская маска не знаю что за марка на самом деле это маска скала с морским коллагеном для всех типов кожи и обычная хорошая увлажняющая масочка маска тряпочка ничего такого супер сверхъестественного не делает неплохо увлажняет на этом все также у меня закончились капсулы бьюти дропс от люмине с витамином c супер реально супер капсулы вот такие вот я уже тут вскрыла просто оставила вам показать вот такие вот как такие резиновые капсулки которые вы разрываете внутри находится такое желтоватая жидкость такая и на самом деле вот этой капсулы хватает только на лицо вот если так прям хорошо ее разносить то только на лицо на шею уже не хватит но я и растягивала и на шею и мне очень нравится цвет лица становится более здоровым проходит вот такая знаете как синева что ли вот у меня по крайней мере зимой бывает такая кожа серовато синим таким оттенком становится все это проходит кожа выглядит просто потрясающе она как будто посияет изнутри я носила каждый день либо днем либо на ночь то есть именно сделала такой курс из 28 капсул до этого я использовала у меня была сыворотка от holy land такая мультивитаминная в ней содержался витамин c также я до этого использовала с витамином c от ларошпозе там как-то ридермик c называется вроде бы как то так целая линейка это ничем не хуже покупала я что-то рублей за 800 на 28 дней то есть в принципе на месяц при ежедневном использовании получается стоит дешевле эффект просто вот точно такой же как и в профессиональных каких-то марках не знаю супер девочки я вам очень сильно рекомендую я знаю что у меня смотрят любители марки люмин и девочки которые очень-очень любят я вам очень рекомендую крема крем для лица и для области вокруг глаз я не пробовала наверное попробую но у меня хотелок очень много поэтому я даже не знаю но вот эти капсулы повторю сто процентов потому что они супер покупала я в магазине ревкош но осталось у меня тут немножко декоративной косметики и один парфюм значит из декоративной косметики я выбрасываю вот такой что это у нас праймер сыворотка от марки катрис которая придает нежное изысканное сияние это база под тональную основу вот так вот она выглядит вообще я ее выбрасываю только потому что она стала пахнуть как будто бы знаете вот когда приезжаете на заправку вот вот там так пахнет вот она пахнет точно так же и меня это пугает мне кажется она у меня просто испортилась но она у меня хранится на самом деле он ужас у меня хранится где-то год я и периодически пользовалась вообще я как бы тот человек который не особо понимает эффекта баз я единственная база которая мне очень сильно понравилось это была такая золотом от герлен вот она действительно классно работает у меня был маленький такой маленькая миниатюрка давно хочу ее приобрести но у него кусочая цена и что-то скидок на эту базу нету поэтому вот эта база она на самом деле по своему действию вот она такая беленькая и во первых она если у вас кожа загорела это она вам будет выбеливать видите то есть вы ее распределяете она так слегка выбеливает вам кожу и она в себе содержит перламутр и блестки за счет этого кожа блестит то есть она и за счет этого кожа становится такая визуально слегка более ровная только потому что ну вот эти светоотражающие частички да но я как-то не увидела от нее какого-то супер эффекта тональная основа держится также как и без неё в общем ой ужас она так не стала пахнуть я не знаю может туда что-то попало у меня но это вообще кошмар какой-то поэтому я и выбрасываю на лицо даже не хочу наносить восторгов я не разделяю по поводу этой базы но может быть просто потому что я не так много бас пробовала под макияж поэтому мне особо не с чем сравнивать может быть есть еще и хуже вот дальше у меня закончился вот такой консилер от dior это классный консилер супер консилер который вообще есть мне еще нравится от бобби браун я вам тоже его уже показывала сейчас покажу еще вот такой от бобби браун я им пользуюсь сейчас они чем-то схожи но вот этот бобби браун нравится больше на бобби браун и дороже честно вам признаюсь вот такой он там по-моему единственные такой упаковочке вот с такой такой штучкой вот а значит повод того что закончился закончился dior's dior skin star он называется и у меня был самом светлом оттенке 001 этот оттенок очень хорошо подстраивается под вашу кожу он не перекрывает сильные снег и прям такие явные знаете не перекрывает сильно высыпание но он делает кожу такой прям вот кожа вокруг глаз как будто бы не за минус 10 лет точно то есть такая холеная увлажненная он никуда не забивается держится целый день и никуда не скатывается не сушит кожу под глазами чем обычно грешат но многие консилеры ну по крайней мере из тех что я пробовала здесь нет комфортно целый день я его даже не припудривала и при этом целый день он держится и он очень классно как-то даже подстраивается хорошо очень растушевывать то есть я наносила слегка пальчиком или кисточкой вот так вот сделали и все и вы красивая можете уже бежать супер классный не знаю бобби браун мне конечно нравится больше потому что бобби браун насколько я помню мне говорил консультантом содержится какие-то ухаживающих еще компоненты хотя мне кажется здесь они тоже содержатся но наверное я повторю себе именно бобби браун потому что больше он как бы более комфортный скажем так не знаю более классный чем dior но dior тоже очень хорошие мне очень понравился также у меня закончились две помады первое это от ивсен лоран оттенок 52 линейка ружьва люфт шайн наверно так правильно 52 оттенок вот эта линейка увлажняющих помад и и все знаете вот она у меня уже совсем-совсем ее нету классный оттенок я вам ее показывала такой он яркая такая фуксия наверное очень классно я любила использовать эту помаду именно летом на загорелую кожу и эта помада она никуда не растекается никуда не диется я не знаю она просто даже неплохо увлажняет губы как какой-то бальзам вы нанесли быстренько и побежали и ну супер тоже классная помада мне очень сильно понравилось и также у меня закончилась помада от марки летуаль в 403 оттенки это ружь дизир наверное правильно так называется вот такая черненькая это увлажняющая вроде по линейка это вообще как оттеночный бальзам для меня единственное что он почему-то быстро закончился я не знаю сколько здесь грамм упаковку я уже выпросила но вот это у меня дольше продержалась чем вот это помада тоже классно очень комфортно вот так что присмотритесь особенно когда скидки так она вроде бы стоит рублей 700 вот такой у меня был оттенок такой нюдовый тоже быстренько нанесли губы увлажненные помада тоже не растекается но единственно что она вообще не стойкая то есть совсем не стойка она не переживет ни кружку кофе ни кружку чая вот это более стойкая помада но за такую цену со скидкой 50 процентов ей можно простить и за то как она находится на губах как она себя ведет мне кажется тоже можно простить вообще помадки от марки летуаль мне кстати нравится это моя не первая и последняя на сегодня моя пустая баночка это аромат от бритни спирс фэнтези у меня в версии парфюмированной воды и это просто классный потрясающий для меня это зимний аромат он такой слегка отдает мне востоком я о нем тоже уже рассказывала вообще аромат от бритни спирс просто мне безумно нравится они не сильно стойкие но при этом они такие сладкие обволакивающие просто потрясающие я обязательно себе сделаю заказ к сожалению у нас городе санкт-петербурге я не знаю где продаются эти ароматы где их вообще можно потестировать попробовать я заказываю вот этот покупала в дути фрика нам ездили в турцию а вообще я заказываю на духе и рф оттуда мне вот привозят чему я очень сильно рада но ароматы просто классные я честно признаю что аромат от бритни спирс я использую дома я использую их на ночь я использую после душа мне безумно нравится это вот такие ароматы не знаю какие-то конфетные но при этом нет узнать какой-то такой дикой ванили или дикой конфетки они такие интересные при этом ненавязчивые сладкие очень классные я их обожаю буду себе покупать разные другие но я имею ввиду ароматы вот бритни спирс с удовольствием буду знакомиться с ними и я думаю что я не разочаруюсь ну и на сегодня это все мои пустые баночки я надеюсь вам понравилось такое видео не забывайте оставлять комментарии с вопросами если они у вас есть я с огромнейшим удовольствием на них отвечу те кто не подписан не забывайте подписываться на мой канал нажимайте колокольчик чтобы не пропускать новые видео всех люблю целую и до новых встреч